Подписываемся, делимся роликами, жмём на сердечко. Чё вы себе отказываете? Давайте посмотрим. Вы говорите, у меня всё есть. У меня четыре стены в доме, мужчина, которого я люблю. И у меня всё классно, да? А отказывайте в чём себе? В любви, в страсти. Мужчина есть, но любви не хватает. Словно, пора сделать выбор. Здесь нет определённости. Вы отказываетесь себе в отношениях, в семье. Да, четыре стены есть, опора есть. Но, может, вы живёте гражданским браком и боитесь переступить, сделать шаг. Здесь показано, пора сделать какой-то осознанный выбор. Для тех, у кого отношения не переведены на более высокий статус, вы должны сделать осознанный выбор. Потому что зависимости, да, мне и так устраивает. А мне не устраивает. Может быть, и такая ситуация. Дом есть, мужчина есть, а человек не свободный. Может, человек живёт, допустим, не живёт с женой лет 20, 10, 5, но он не свободный. Здесь надо, чтобы мужчина освободился, для того, чтобы у вас были правильные отношения. Это называется состояние одиночества. Вы только имеете крупицы и находитесь в состоянии жертвы. Вас словно обесценивает. Вы не позволяете себе быть счастливой. Вы находитесь с человеком, который вас сосёт. Его устраивают эти отношения и то, что между вами. Да? Когда он позовёт и пришла, не позвал, не пошла. Это когда использует вас. Вы отказываетесь от любви, от счастья, где вас должны любить по-настоящему. Когда мужчина любит, он ради любимой женщины сделает всё. Он завершит отношения и построит с ней свои новые отношения. А его устраивает. Поэтому пора соединить сердце и разум и подумать, в каких отношениях вы находитесь с мужчиной.